Приветствую, друзья! Про зятя премьера Мишусина написано и снято уже достаточно много. Александр Удодов, как он сам признался, является мужем сестры председателя правительства Российской Федерации. Зять премьера – личность очень интересная. Вот он дарит семье Мишусина дорогие земельные участки. Вот проходит свидетелем по хищению НДС. Да, адвесатура УАЕ в определении суда означает «Удодов Александр Евгеньевич». Вот он покупает недвижимость в Нью-Йорке. В то же время и в том же самом доме, что и обвиненная в отмывании денег компания из дела Магнитского. То есть мы догадываемся, что Удодов, скорее всего, кошелек Мишустина, зарабатывающий на грязных налоговых схемах. Но прямых доказательств до сих пор не было. Нет у вас методов против Коти Цапрыкина! Доказательств не было потому, что представить себе расследование в отношении зятя Мишустина и в отношении самого премьера просто невозможно. Да и следственные органы заняты. Еще не все блогеры осуждены за посты в соцсетях. Но если российские органы не желают расследовать российскую коррупцию, то следы преступления иногда удается найти за границей. Ведь хранить и тратить свои деньги наши казнокрады предпочитают именно на Западе. Наши ребята из издания «Открытые медиа» проделали грандиозную работу по сравнению материалов расследований в Германии, Швейцарии и России. И нашли доказательства, что бенефициаром грандиозной налоговой аферы является зять Мишустина Александр Удодов, на средства которого куплена недвижимость, где сейчас живут дети премьер-министра. В 2012 году прокуратура небольшого немецкого города Коплинс обратила внимание на необычные финансовые транзакции. Владелец логистической компании «Виджекарго» решил пополнить уставной капитал своей компании. Но вместо простого прямого перевода со своего счета из Швейцарии в Германию, на счета компании 3 миллиона евро проскочили сложный путь через несколько кипрских офшоров. Владельцем немецкой компании «Виджекарго» был зять Мишустина Александр Удодов. Бессмысленные транзакции с участием офшорных компаний служат индикатором отмывания денег. И немецкие исследователи обратились за правовой помощью в Российскую Генеральную прокуратуру. И получили удивительный ответ. Нет, правда удивительный. Вложенные в «Виджекарго» деньги могли быть украдены из российского бюджета в рамках хищения 78 миллионов евро под видом возмещения НДС. В 2009-2010 годах в России произошло масштабное хищение НДС фиктивными фирмами за несуществующие на самом деле потребительские товары. По этому делу осуждены несколько сотрудников МВД и налоговиков среднего звена. Продолжается расследование в отношении пяти других фигурантов. Александр Удодов проходит по делу свидетелем, так как пока нет достаточных оснований считать его обвиняемым, но расследование не окончено. И вот это вот все, такими или почти такими словами, говорится в письме из российской прокуратуры. Сейчас не очень понятно, что заставило Генеральную прокуратуру дать такой ответ немецким коллегам. Ведь это был 2015 год, и речь шла о зяте, тогда уже влиятельного главы Федеральной налоговой службы. Ну, как бы то ни было, внезапная откровенность Генеральной прокуратуры дала журналистам отправную точку для дальнейших поисков. Единственное дело, подходящее под описание прокуратуры, дело Волтер Волс. Совпадает период 2009-2010 годы, совпадает сумма 5,2 миллиарда рублей, которая эквивалентна 78 миллионам евро по курсу на март 2015 года, когда немцы получили от россиян первые подробности. Кроме того, совпадает число фигурантов дела 5 человек, а также сама схема возмещения НДС однодневками за потребительские товары, которых не существовало. И, наконец, и там, и там первыми были осуждены сотрудники МВД и налоговые инспекторы за превышение должностных полномочий. Дело Волтер Волс настолько ярко и кинематографично, что вполне заслуживает голливудской экранизации. Директора для фирм однодневок вербовались через многопользовательскую компьютерную игру «Другие миры». Каждый месяц сотрудникам компании раздавали новые сим-карты. Юристы компании общались между собой посредством кодовых слов. В офисе Волтер Волс стоял Шрёдер, способный уничтожить не только бумагу, но и оргтехнику. В одном из шкафов был оборудован тайный ход в цех завода по соседству на случай экстренной эвакуации. У сотрудника Волтер Волс был доступ к грузовым декларациям компаний-импортеров. Тех компаний, которые привозили в Россию потребительские товары. Участники аферы брали реквизиты реальных импортеров и описание товаров. А затем готовили подложные бумаги, как будто бы этот импортный товар был продан неким фирмам, на самом деле однодневкам, и товар якобы находился у них на складе. И поскольку он не был реализован в текущем налоговом периоде, однодневки получали право на возмещение НДС из бюджета. Сотрудники Волтер Волс подавали налоговые декларации от имени этих однодневок, а налоговые инспекции проверяли декларации и одобряли возврат якобы переплаченного НДС из бюджета. Так вот, буквально из воздуха Волтер Волс получала миллиарды рублей бюджетных денег. В какой-то момент правоохранительные органы все-таки спохватились, и деятельность вот этой компании была пресечена. А бенефициаром преступления был назван глава Волтер Волс Сергей Данилочкин. Данилочкин был заочно осужден на 10 лет колонии, деньги так и не были найдены, и остался без ответа главный вопрос. А как вообще афера такого масштаба могла произойти? Будучи главой налоговой службы, Мишустин в это время заявлял о бескомпромиссной борьбе с необоснованным возвратом НДС. Такая борьба действительно велась, причем с размахом, беспощадностью и абсолютной неразборчивостью. В результате даже те компании, которые имели законное право на возврат НДС, не могли это сделать. Так вот как же в условиях такой бескомпромиссной борьбы какая-то шарашкина контора с очевидно липовыми документами легко получает возврат НДС на миллиарды рублей? Возможно, ответ кроется в том, куда и кому пошли эти миллиарды. Как вы помните, мы оставили германских следователей на этапе получения информации с Генеральной прокуратурой России. Они узнали, что в России зять Мишустина Александр Удодов подозревается в участии в налоговой афере и хищении. И в отличие от российских правоохранителей, немцы продолжили расследование. Отправили запрос в Швейцарию, где находились счета офшорных компаний Удодова. Именно с этих счетов в основном подозрительные деньги приходили в логистическую компанию Виджи Карга. Удодов был против раскрытия такой информации. Он обратился в суд, заявив, что его счета совсем не подозрительные, и швейцарцы не имеют права нарушать банковскую тайну. У него были очень серьезные причины, чтобы не допускать посторонних к его банковским счетам. И скоро вы поймете, почему. Но, как это часто бывает, желание сохранить тайну играет с людьми в злую шутку. Если бы Удодов сам не подал жалобу в суд, то у нас не было бы никакой нужной информации. Тот, кто нам мешает, тот нам поможет. По немецким и швейцарским законам правоохранительные органы не могут разглашать личность человека, в отношении которого идет расследование. Но в Швейцарии в течение 30 дней после вынесения решения журналисты могут увидеть первую страницу судебного решения без всяких купюр. Фотографировать или копировать его нельзя, но переписать имена и названия можно. Так Удодов проиграл судебный процесс дважды. Во-первых, швейцарский суд признал, что подозрения в отмывании полученных от налоговой аферы денег обоснованы. А во-вторых, журналисты узнали, что немецкие следователи подозревают именно Александра Удодова и пять связанных с ним офшоров. Имея название компании, мы можем изучить их отчетность и узнать много нового. Суммарно за годы, последовавшие с захищением НДС, в эти компании было вложено чуть более 5 миллиардов рублей. Помните сумму похищенного в налоговой афере? 5,2 миллиарда рублей. Совпадение? Не думаю. 20 миллионов евро пошло в Виджикарго. 823 миллиона рублей инвестировано в дата-центр в России через Нью-Энд Финанс. 30 миллионов долларов инвестировано в другой дата-центр и другие активы через Диквон. 5,4 миллиона долларов в российские компании через Дервина. Особый интерес представляет компания Удодова Копри Лимитед с Британских и Виржинских островов. Именно этот, связанный с Удодовым офшор, осенью 2010 года приобрел две квартиры, около 180 квадратных метров каждая, в Хамовниках, рыночной стоимостью в 400 миллионов рублей. Позже квартирами владел ресторатор Новиков, партнер Удодова и сестры Мишустина по ресторану «Недальний Восток». А затем недвижимость перешла детям Михаила Мишустина. На момент покупки квартир октябрь 2010 года в разгаре была налоговая афера с НДС, а Михаил Мишустин полгода как занимал пост главы налоговой службы. Это не единственная недвижимость, отошедшая в семье Мишустина, от щедрот человека, которого швейцарский суд и немецкие исследователи считают бенефициаром налоговой аферы. Недвижимость не единственная, да и афера, в которой замешана у ДОДов тоже. Вот еще одна попытка хищения под видом возврата НДС, из которой у ДОДов удалось выкрутиться и остаться свидетелем, но следователи подозревали, что он может быть участником или даже организатором хищения. Да и самое известное хищение из бюджета под видом возврата налогов дела Магницкого, похоже, не обошлось без участия у ДОДова. Алексей Навальный уже рассказывал, что зять Мишустина купил в Нью-Йорке квартиру по соседству с фигурантом дела Магницкого, Денисом Кацывым. Но сейчас, после изучения отчетности компании у ДОДову, мы можем сказать больше. Офшор Гелазия летом 2008 года получил транш от Rodney Universal Limited, фирмы, известной по делу Магницкого как одна из точек, в которой аккумулировались украденные деньги. А возврат налогов по делу Волтер Волс, который привел к хищению пяти с лишним миллиардов рублей из бюджета, осуществлялся через московские налоговые инспекции номер 25 и номер 28. Это те же самые инспекции, через которые похищались деньги в деле Магницкого. Ну и последним штрихом к портрету зятя премьер-министра станет, наверное, его сосед. В 2011 году еще один офшор у ДОДова, Мошен Финанс, приобрел две квартиры в 265 и 245 квадратных метров на Причистинской набережной. Самое примечательное в доме на Причистинской набережной соседство связанных с УДОДовым квартир. Его офшор владеет квартирами 7 и номер 9. А находящаяся между ними квартира номер 8 принадлежала Виктору Дмитриевичу Захарченко, отцу знаменитого полковника МВД. По мнению следствия, эта недвижимость имела коррупционное происхождение, сейчас она изъята в пользу государства, но УДОДов действительно хорошо знаком с Захарченко. Это видно из материалов уголовного дела в отношении полковника. Получается прекрасная картина. Вот у нас есть Александр УДОДов, зять главы налоговой службы, а сейчас уже премьер-министра Михаила Мишустина. Этот зять фигурирует сразу в нескольких достаточно однотипных аферах по хищению средств из бюджета через возврат налогов. Российские правоохранители отводят УДОДову роль всего лишь свидетеля. Но, как мы выяснили из расследования открытых медиа, по мнению швейцарских и немецких следователей, он вероятный бенефицар как минимум одной крупнейшей налоговой аферы, которая отмывает эти деньги в Западной Европе. Часть средств УДОДов направляет на покупку недвижимости в Москве и Подмосковье. Причем, по сложным схемам этой недвижимостью либо пользуется, либо владеет семья премьер-министра нашей страны. Премьер-министра, который был главой налоговой службы, а сейчас пользуется недвижимостью, приобретенной, как мы выяснили, фигурантом расследования о хищении отмывания средств в результате налоговой же аферы. Бывший главный налоговик пользуется плодами крупнейшей налоговой аферы. Причем, афера-то российская, но в России ее не расследуют. Ну вот, что еще надо, чтобы увидеть здесь как минимум конфликт интересов, а по правде говоря, банальную коррупцию? Конечно, я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали. Совсем скоро, 17 декабря, состоится очередная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Если кто-то из допущенных на это мероприятие журналистов захочет немножко оживить это бесцветное мероприятие, задайте вопрос Путину. Про премьер-министра, его зятя, вот про эту ситуацию, нормально ли это, нет ли здесь повода для отставки или расследования, докладывали президенту про такую коллизию его любимые спецслужбы. Конечно, честно, на такой вопрос Путин не ответит. Но приятно будет посмотреть, как он будет выкручиваться. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Спасибо авторам расследования и всему коллективу открытых медиа. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе новых моих видео. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok